Здесь мы построим два чума летних, которые покроются ровдугой и берестой сверху. Научный сотрудник тольцов Иосиф Удыгер – самый настоящий эвенок. Сейчас при Ангаре проживают чуть больше тысячи представителей этого малочисленного народа. Иосиф разработал проект реконструкции летней эвенкийской стоянки образца начала XIX века и собственноручно воплощает его в жизнь на самой окраине территории музея. Из подручных средств использует только топор, ведь именно так, без единого гвоздя вручную, его предки возводили свои стоянки в тайге. Воссоздавая историю своего народа, Иосиф опирается не на учебники и архивные материалы, а на рассказы дедушки и отца. Вот мой отец прожил до 40 лет в таких условиях. У него оленей были, олени были. В младенческом возрасте он вырос в таких зимних стойбищах, летних, также аргишил на оленях. Все его детство так прошло. А потом уже, когда при советской власти, они начали строить дома уже. В летнем стойбище уже появился станок для сушки шкур, небольшая кузница и самое главное – кострище. Вокруг него по вечерам собиралась вся овенкийская семья. Кроме того, сотрудники музея планируют построить два летних неутепленных чума. И, конечно, то, без чего немыслимо ни одна стоянка оленеводов, а ими были все овенки. Какое овенкийское стойбище без загона для оленей? Здесь его построят в самое ближайшее время. Пустовать загон не будет. В нем будет периодически щипать травку настоящий северный олень по кличке Олешка. В музее он появился около года назад на потеху детям. Теперь Олешка лучше всякого экспоната впишется в реконструированное овенкийское стойбище. Истории овенкийского народа в Тольцах всегда уделяли большое внимание. Еще с 1994 года здесь действует реконструированная зимняя стоянка. Она кардинально отличается от летней. Здесь стоят утепленные лиственничные корой чумы, лабазы, специальные возвышения, на которых эвенки хранили продукты, станки для выделки шкур и навесы для лодок. Все это сделано по принципу компактности и мобильности. Ведь на одном месте эвенки жили не более семи лет. Потом переезжали на другую территорию, чтобы не портить экологию местности. Музей Тольцы реконструирует этнографическую ситуацию всех этно-этно-этнических народов Иркутской области. И, естественно, не такую коренную народу, как эвенки, как тофы, мы упустить не должны. Мы здесь должны показать. Нориска отличается, допустим, от бурятской культуры, от русской культуры. Поэтому, естественно, очень интересно. Тем более, что посетитель наш в тайгу не ездит в такие далекие глухомани, где живут эвенки. А здесь они воочию могут убедиться. Закончить летнее стойбище и обновить зимнее в Тольцах планируют до конца осени. Затем в музее приступят к реконструкции стоянки еще одного малочисленного народа – тофов. Продолжение следует... Продолжение следует...